Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Выники массовых выборов сёння подвяли на посаджение областной комиссии. Уже у Сыковику депутаты приступят до выполнения своих обовязков. Новая вытворчая линия и новые планы. На Гомельском центре лидера сказали про перспективы. Земля наша, сёння профессийное свято, означают работники землеупорядковальной и картографа геодезичной службы. Размавляй со мной по-беларуску. Сёння Межнародный День Родной Мовы. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. Беларусь за усёды будзе надеянной опорой для организации объединенных наций. Об гэтым президент Александр Лукашенко заявил на сустрече с першым намесником генерального секретара ААН Аминой Мохаммед. Яна у першыни у Беларуси. Амина Мохаммед прибыла у Минск для удела у региональным форуме национальных координаторов по метах устойливого развития. Форум проходит у Минску по инициативе беларускаго боку присаденниче НИААН. Мероприемство собрало делегации больше чем с 40 краин Европы и Центральной Азии. Высокие службовые особы и представники международных организаций обменяются опытом, обмеркуют проблемные пытания выполнения парадки дня у галине устойливого развития наперед до 2030 года. Выники выборчай кампании у Гомельской области сёння подвели на посаджение областной комиссии. Выборы у Мясовой Советы депутатов пройшли у отповедности с законодавством. Яука склала 80,75%. Участки наведали крыху больше, як 885 тысяч жихаров. Самый высокий гэты показчик у Кармянском районе. Тут проголосовало амай 95% от агульной колькости выборщиков. А самый низкий, хоть так само и не адренный, у Светлогорским 73,65%. Среди обранных депутатов больше, как половы жанчины. А маль 60% обранных депутатов працовали в Мясовых Советах 27-го скликанья. Громадян в возрасте до 30-ти годов около 5%. По сферах деяности перевожают представники социальной галины. Кожны трети заняты в медицине, адукации, альбо культуры. Хочу официально заявить, что выбрано 3583 депутатов всех уровней Советов. Сегодня было принято решение в отношении депутатов областного Совета депутатов. Их 60. Хотелось бы отметить, что в областную избирательную комиссию поступило в процессе ее работы 7 жалоб. Все 7 рассмотрены. Одна жалоба удовлетворена. Першая сессия областного Совета депутатов нового скликанья запланована на першого соковика. На заводе «Централит» запущена у эксплуатацию первая у СНД линия безперапынной разливки чигуна. Гэта дало макчымасти трымать запотрабованную на внешних рынках продукцию. Планами и досягненними на предприемстве поделились с нашими корреспондентами. Планы по модернизации на Гомельском литейном заводе у вогули масштабные. У администрации предприемства лишить, что инакше не то, что на внешние рынки не трапить, але и на внутренних тяжко утрыматься. У лютым тут запустили уникальный станок для выработки дравляных моделей. И навито по гэтых форумах будет выпускаться продукция предприемства. Обстаревание оказалось настолько складанным, что прасовать на им будут выключены инженеры-программисты с высшей эдукацией. Али переваги при гэтым чекаются значные. Мы модернизировали деревообрабатывающие производства путем внедрения деревообрабатывающего комплекса 5D. 5D – это значит обработка идет в автоматическом режиме по пяти координатам. Это уникальный станок для Республики Беларусь именно для модельного производства. Тем самым нарастим производство поставок литья в ближние зарубежды, такое, как Майкопский редукторный завод, в дальние зарубежды, такие, как страны скандинавские, Финляндия, Прибалтика. Еще одно новое уведение – линия без перапыны разливки чугуна. Ее установка на централите была продуглежена еще решением Совета Министров об развитии айчинного машинобудования, якое прималось в 2012 году. На подставе этого документа Институт металл у Национальной академии наук распросовал проект, по яким и выработали новое обсталявание. На заводе кажут, что аналога у ЯМУ нема ни в одной краине СНД, а выработанная продукция, запотребованная на внешних рынках. Еще один плюс новой линии – она позволяет экономить, каля 12% электроэнергии. Але тольки новым обсталяванием планы местового керавництва не обнажевываются. Головный боль практически у всех заводов, побудованных у советские часы, по меры вытворчих помешканьях. Каб переобсталявать старые помешкания, необходимо полностью зменить технологии вытворчасти, что вельми проблематично. Але выканание санитарных потребований у махчима и в таких умовах. Работникам на централите выдали теплое денье и установили додатковые технологичные перапынки с махчимостью отрывания бесплатного гаража чаю. Плюс провели у належных стан гардеробы, где теперь постоянно контролируется температурный режим и открыли покои для приема ежи. Як выник, у минулом годе захворываемость работников предприемства у правонания с 2016-м снизилась больше, как на 10%. Ежедневно представителями профсоюза совместно с работниками охраны труда проводится мониторинг в цехах, в административных корпусах, в гардеробах, бытовых помещениях по соблюдению температурного режима. Температурный режим соблюден. Каждый гардероб оборудован комнатой приема пищи, в которой имеется холодильник, чайники, микроволновка, питьевая вода. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Юген Макенка, телерадиокампания «Гомель». Утягнение у сельско-господарчей оборот земель, яке пакуль не выкрыстовываются, галонная задача землёупродковальной службы краины. Сёння яе работники означают своё профессийное свято. Олег Сенцеров потекавился, як поставленная мета досягается у Гомельской области. Гэта дом побудованна, наповедно, неде адразу пасля Великой Ченной войны. Неколи тут включав дитячий смех, а до роста вели сруйозные размовы. Але минут час и зараз у гэта хаце уже никто не живе, як никто не збирая яблыки з древ, які растуть на неколи прасядзебном участку. Увагу на таке побудовы звернули по некольких причинах. По-перше, яны основным дровляны, а тому представляют реальную пожарную небезпеку для усёй вёске, а прачатаго на прасядзебных участках, як правило, высокоякосная глеба. При утягнении таких земель усе в оборот, на их можно отрымливать высокие враджаи. У совзі з чым сродки, які укладываются узнос старых домов і доброупорядкування участку, окупаються достатково худком. Наряду со сносом ми вовлекаємо землю в хозяйственный оборот. То есть, те земли, які освободились после сноса, ми знаходимо им нових хазяів. І за прошлый год порядка 2,5 тисяч гектарів земель подобних в населённих пунктах ми передали новым землепользователям после сноса домов. Яшчедин резерв для повеличення урожаю хмызняк і дикі рослины, які знаходяться непосредственно на сільськогосподарчих землях. Правда, толь кіх звичайним высеканням проблема варушається не завсёды. У ніяких випадках необхідні достатково значної сродки для модернизации мільяративних систем, адработи яких у значної ступені задержить стан земель. А про чатаго більш эффективно можна вакрістовать території, занятые былыми колгасными садами. Зручно для сбору плодов низкорослые древы мають невеликий термін эксплуатации і годів 15-17 урожаю уже звичайно не дають, хоч і знаходяться на высокоуродливій глебі. Якщо корчується сад, то по технології на цьому ж місці сад не рекомендується садити. Но, як правило, сады в свої времена высаживали на высокобалльних плодородних землях. Мероприятия проводяться на тех землях, которые, конечно, пригодны для дальнішого использовання в сільскохозяйственному производстві. Работы по утягненні земель у сільськогосподарчий оборот на Гомельщині ідуть с самого початку года. Ближай до весны гэтай території передадуть господаркам для працовки і селбы культур. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокампанія Гомель, Добрский район. Сёння у Гомельским областным об'яднанні профсоюзу провяли поширенны семінарна раду с технічными інспекторами працы, старшынями районных об'яднанню і профсоюзным актывам регіона. На парадку дня активізація громадськага контролю за захованням безпекі вытворчай дзейнасті. На протягу шасті годів у Гомельськай в області адзначалася поступовая зніження колькості випадка у травматизму і смяротнасті на працонных місцах. Однак 2017-й став выключэнням. Зарегістравана 20 здарэнів с осьмяротным заходам. Пакашык перавышая попярэдні на шэсть випадкаў. Задача, яка сёння, стоїць перад правсаюзными організаціями в області, павысяць ефіктывнаць контролю за ховай працы. У регіоні працуюць 11 тисяч громадських інспекторав, які прайшлі спеціяльне навучання. Наймальніку свою шаргу обавязану відповідністі законодавством організаваць їх у делу контролі безпекі працы. Увага на керавана на удасканаліне работа інспекторав і павышэнне їх мотывація. Любую роботу нужно замечать і поощрять. Паэтаму следуюче направленье, о чём мы будем добивацца в этом году, аналізируя выполнение і колективных договорів, іменно, щоб были прописан механізм подведення итогов і поощріння общественных інспекторав. Павыніках семінара на Рады прайнаты звороты до керавніково-продприємства і організацій в області, технічна инспекція працы, старшыню профсаюзных комітетів, а так сама сродкаў масовой інформаціі. Кабразам і сімі сіламі павысіць ефіктывнаць громадськага контролю за выкананнім законодавства об ахове працы. Серэдній заробок спеціалістаў ў галіні аддукацій ў 2017 годзі склаў більш як 490 рублёв, а серэдній штомесячны доход настаўніка піравысіў 690 рублёв. Пакашчыкі друге пакраэння пасля города Мінска. Вынікі фінансово-господарчая дзейнасті ўстану аддукацій регіона падвялись сёння на обласной калегі. Традыцэйна спачатку новага календарнага года спеціалісты сферы аддукацій аналізуюць выкананні шырагу еканамічных пакашчыкаў. На калегі разледзіли вынікі выкананні платных паслух, пашырыні аддукаційных прапанов і праектаў. Удзельнікі прааналізавалі і пытэнні, звязаные зутрыманнім і рамонтам ўстану аддукацій і працягненнім пазабюджэтных сродкаў ў господарчую дзейнасті. Як адзначына, соціяльно абароніны артыкулы бюджэтных выдаткаў ў минулым годзе для ўстану аддукацій былі забяспечаны на 100%. Всю летосферу не закрані праблема закрыця ўстану. Однак 14 ўстану аддукацій регіона плануецца реорганізаваць. Нікаторея зміны макчымы і ў навучальніх праграмах. Удзельнікі калегі обмерковали так само на керунки выховавчай роботи. Президентом нашей страны объявлен 2018 год Года Малой Родины. Это очень актуальна тема. Это заслуживающе особого внимания. И, конечно же, мы будем обращать больше внимания на те музеи, которые сегодня работают у нас в школах, дошкольных учреждениях. И управлением образованием объявлено этот год Годом классного руководителя. Это тоже совпадает. То есть роль классного руководителя в познании Малой Родине даёт возможность сегодня ребятам познакомиться с выдающимися людьми, творческими, выдающимися руководителями своего региона, хозяйства, с людьми, которые живут каждый день рядом. Всё не означается Международный день родной мовы. Свято установлено по инициативе ЮНЕСКО каля 20 годов тому. Кожный год гамельчане долучаются до святкованню и рыхтуют самые розные литературно-осветницкие проекты. Об найбольш ярких расскажет Вероника Ворошилина. З нагоды проведения Международного дня родной мовы у библиотеках Гомеля уже 7 год запор проходить акции «Размовляй со мной по-беларуску». На протягу дня супрацовники библиотек размовляют с читачами переважно на беларускай мове и знайомят их с национальной литературной спадшиной нашей краины. Наведовальникам так само пропонуют выставы, конкурсы, викторыны и интерактивные гульни. Так у Гомельской Центральной городской библиотеки имя Герцена цикавые мероприемства читачо вшакали на каждом по версии установы. По часу викторыны беларуский рамонок наведовальники спробовали свои силы у перокладе слов и створали за их пригожий букет. Иным читачам пропоновали разгадать крыжаванку, отгадать загадки и намаливать живёльный свет с допомогой песочной анимации. Цикавая справа накерованное надолучение дородной мовы у библиотеки знайшлась для кожного. Я лечу, что дети, які сегодня поудельничали у нашей акции, надолго запомнить визит у нашу библиотеку, бо сопрацовники постаралися их захватить беларуским словом, постаралися подобрать для них те дикавые гульни и те мероприемства, которые будут сприять брать книги на беларускай мове, читать, або просить, как дорослые им читали гэтая книжки. По доброй традиции подтримали Международный день родной мовы и у Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны. Тут отбылись опознавальные сустричи, закликанные познайомец студентов и школьников с поэзией про беларускую мову. Размову с подрастающим поколением вёл загадчик Музея лаборатории Франциска Скарыны Константин Усович. Её заявляються головным складальником одразу двух поэтичных сборников. Классы родной мовы, який вышел в свет в 1990-м годе и с сердцем родного слова Кранися 1998-го года выдания. Зараз Константин Усович рыхтует от руку поэтичный летопис беларускай мовы, який по судности изъявляються дополненные версии двух попередних. У яго уводуют каля 700 вершов 250 айчыных и замежных аутаров. Поэтичные творы охопят перы с 1517-го по гэтый год. И усеяны будут адлюстровывать про гажость, мелагучность и неполторность нашей родной мовы. Каля я ещё был студентом на четвертом курсе, мне пришла в голову такая думка собрать верши про беларускую мову. Поэзию беларускую перешитываю не только и замежную поэзию, али в перекладах на беларускую мову. И поступовая на все же все эти верши избирались. Праца не могла спыниться, а протягивается, потому что я хочу быть патриотом беларуской мовы. По сути, мой хлеб является служением беларуской мовы, поэтому я эти верши протягиваю избирать. У каждой мовы свету своя история и лёс, али это одна из головных каштовностей усяго человечества. Мова, заховывая багатье думок и вопыт на запашины стагодзями, з'являются культурные спашины и кожной нации. Тому наши задачи с повагой и тропятанием ставятся до родной беларуской мовы, каб захавать её для будущих поколений. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадоя компания Гомель. Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашым сайте у интернете по адресе www.cvergomel.by На гэтым выпуск завершен и далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в крупном размере одному из руководителей правоохранительных структур. По версии следствия, 60-летний житель Мозыря обратился к своему знакомому с просьбой оказать помощь в решении вопроса о незаключении под стражу своего сына, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, травмировал бутылкой из-под пива человека. Хулигана задержали и отправили в изолятор временного содержания. Отец хулигана договорился о благоприятном решении интересующего его вопроса о передаче незаконного материального вознаграждения должностному лицу правоохранительного органа, при этом не довел свой преступный умысел до конца по независимым от него обстоятельствам в связи с тем, что данное должностное лицо отказалось от принятия незаконного материального вознаграждения. При этом посредник, данный мужчина о размере взятки подлежащей передачи путем ее завышения завладел денежными средствами, принадлежащими данному мужчине в сумме 3000 долларов США. Следствием проведены очные ставки с участием фигурантов дела детально проанализированы материалы оперативно-розыскной деятельности. Исходя из роли каждого обвиняемого, их действия квалифицированы как покушение на дачу взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. Бетонный забор помешал владельцу автомобиля Volkswagen Golf уйти от погони сотрудников госавтоинспекции. ДТП произошло в Речице на Светлогорском шоссе. Проигнорировав требования об остановке, мужчина увеличил скорость и попытался скрыться. На перекрестке автомобиль вошел в неуправляемый занос и протаранил забор. Железобетонная плита упала, рассыпавшись на мелкие фрагменты. Автомобиль получил серьезные повреждения, но, к счастью, обошлось без жертв. Проходить медицинское свидетельствование водитель отказался. В связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил обгона, сотрудники управления госавтоинспекцией проводят комплексное мероприятие «Встречная полоса». Сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться широкая профилактическая работа, направленная на предупреждение водителей о нарушении правил дорожного движения, а также о возможных последствиях выезда на полосу встречных движений. Также сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться различные рейдовые мероприятия, направленные на выявление данных фактов, а также привлечение водителей к административной ответственности. Сотрудники Гомельского отдела внутренних дел на транспорте устанавливают личность гражданина, который подозревается в хищении ноутбука в поезде. Его приметы на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, толстовку черного цвета с рисунком на груди в виде красной буквы «Х» и темно-синюю шапку. При себе имел рюкзак черного цвета с белыми горизонтальными полосами и надписью «Адидас». Тех, кто обладает информацией в отношении данного гражданина, просит сообщить по указанным номерам. Такой обзор криминальных происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. По счету открытый областной турнир по боксу среди спортсменов 2000-2001 годов рождения на призы абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. В областном центре Олимпийского резерва единоборств в поединках сойдутся более 100 участников. Боксеры представляют шесть стран – Хорватию, Молдову, Италию, Азербайджан, Грузию и все регионы Беларуси. На ринге юноши разыграют награды в десяти весовых категориях, а девушки – в трех. Призеры соревнований, помимо медалей и дипломов, получат возможность показать себя на чемпионате Европы по боксу. Областной турнир является этапом отбора членов национальной сборной для участия в континентальном первенстве. В прошлом году он был включен в календарь Европейской конфедерации бокса. Приехали не просто лучшие боксеры каких-то городов, областей, а именно национальные сборные. То есть национальная сборная – лучшие боксеры своей страны. На этом уровне дать возможность и нашим боксерам нашей области, и боксерам нашей страны почувствовать именно уровень сборных, то есть уровень Европы, мира, ну и того подобное. То есть здесь боксеры, которые не раз уже участвовали и завоевывали призовые места как на Европе, так и на мире в этой возрастной категории. Областной турнир по боксу будет проходить в Гомеле до 24 февраля. Более ста участников собрало в Гомеле первенство Беларуси по шашкам 64. Награды оспаривают шашисты в пяти возрастных категориях – старшим 27 лет, младшим 10. Белорусские шашки сейчас на подъеме. Во многом этому способствуют и победы белорусов на международной арене. Женская и мужская сборные нашей страны в минувшем году выиграли командный чемпионат мира по шашкам 64 сразу в трех дисциплинах. Белорусские гроссмейстеры были сильнее в классических, быстрых и молниеносных шашках. На первенстве страны в Гомеле разыграют награды только в классических и молниеносных шашках. Конкуренция на внутреннем старте внушительная. Участие принимают около десятка мастеров спорта и один гроссмейстер. Гомельскую область представляют 18 шашистов. Все воспитанники Гомельской из Дюшор номер 3 по шахматам. Это большинство является отбором до чемпионата, молодежного чемпионата Европы, который отбудется в конце красавика, в начале мая, в Болгарии. Все победители первенства Беларуси по шашкам 64 станут известны 25 февраля. Дублирующий состав футбольного клуба Гомель одержал первую победу на турнире в Интеркап 2018. Со счетом 2-1 обыгран Брестский рух. Завтра будет сыгран заключительный матч с дублерами из Брестского Динамо. Тем временем главная команда продолжает подготовку к новому сезону. Накануне «Зелено-белые» провели первую тренировку после кипрского сбора на стадионе с Дюшор-8. А завтра отправятся в Бобруйск для участия в товарищеском матче с ФК Смолевичи. Из Стана Гомельской команды продолжают приходить и трансферные новости. Подписан контракт с Мохаммедом Канате. Срок соглашения с его арийским нападающим рассчитан на один год. В активе новичка игра в таких клубах, как латвийский Бобит, российский Урал, казахстанский Кайрат. Еще одним легионером из Котт-де-Вуара стал Аксель Конан. С ним контракт подписан также на один год. В минувшем сезоне правый защитник выступал за молдавский Саксан. В составе Гомеля игрок успел провести семь товарищеских поединков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...